Первое причудливое правило, которому вслепую следуют мужчины, это носить часы на левой руке. Ну серьезно, есть же другая рука, почему не носить часы на ней? Как выяснилось, есть довольно-таки практическая причина, по которой мужчины носят часы слева. Первым делом большинство людей, включая и меня, правши. Поэтому легче настроить время, потому что заводная головка находится справа. Если бы она была слева, то нам надо было бы снимать часы, чтобы завести их или настроить время. Поэтому это намного проще и в этом есть смысл, потому что большинство часов надо заводить каждый день. Серьезно, это тянется еще с прошлого, с карманных часов. Карманные часы очень прикольные, кроме одного, их надо постоянно доставать из кармана. И в Первую мировую войну офицеры начали закреплять часы на рукав своего кителя. И они пришли к мысли, что им нужно постоянно заводить часы, поэтому это должно быть практично. Говоря о практичности, поскольку большинство из нас правши, то мы будем куда чаще работать правой рукой. И если у вас будут часы на этой руке, то скорее всего они будут царапаться и это была большая проблема, особенно в то время, когда часы были намного дороже и у них не было такого современного покрытия. Их легко можно было поцарапать. Поэтому, чтобы их защитить, ты надеваешь часы на руку, которой ты пользуешься намного реже. Друзья, в некоторых своих видео Антонио рассказывает про книги, которые сильно повлияли на его жизни. К сожалению, многие из них не опубликованы на русском языке. Но с главными идеями этих и других книг, которых нет на русском, вы сможете ознакомиться в нашем новом проекте «Undercover». Все подробности по ссылке в описании. Еще одна причина, по которой часы носят на левой руке, так намного проще узнать время. Скажем, ваша правая рука занята, вы играете в теннис и машете ракеткой вправо-влево. Вы просто бросаете взгляд на свою свободную руку и узнаете время, не прерывая свою игру. Кстати, когда машешь рукой, то хочется защитить свои часы. Потому что, если ты машешь ракеткой или работаешь молотком, то часы можно повредить. Поэтому носить часы на своей нерабочей руке бывает очень полезно. Есть бренды, которые выпускают часы специально для левшей, которые можно носить на правой руке. Tudor выпускают такие часы с заводной головкой на левой стороне. Есть другие часы, некий гибрид. Вот пример Monaco Calibre 12. Если поинтересоваться, то эти часы были выпущены специально для Стива Макуина, чтобы носить их на правой руке, потому что он был левшой. Но это, в целом, фишка дизайна этих часов, потому что они разместили пусковые кнопки с правой стороны. И у них по-другому никак не получалось, кроме как разместить головку на левой стороне. Такое решение сыграло на руку этим часам. Многие коллекционеры, включая и меня, хотят владеть такой моделью. Господа, на самом деле нет прямо такого правила, которое бы запрещало вам надеть часы на правую руку. Как, например, многим парням неприятно, когда эта головка врезается в их кисть на левой руке. Поэтому они надевают часы на правую. Давайте сейчас обсудим расположение пуговиц. Мы это можем увидеть как на рубашках, так и на пиджаках. Пуговицы находятся справа, а отверстие для них слева. И это кажется вполне нормальным, пока вы не посмотрите на женскую одежду. Там все наоборот. Многие историки говорят, что это все из-за доступа к оружию. Потому что в старину вы должны были свободно проникнуть рукой под одежду и выхватить оружие. Ну, а почему же у женщин все наоборот? Одно историческое объяснение связывает это с детьми. Женщина держала ребенка левой рукой, в то время как правой она расстегивала свою блузку, чтобы покормить ребенка грудью. Еще одна популярная теория говорит о том, что несмотря на то, что это происходило во времена индустриализации, некоторые женщины из высшего класса по-прежнему одевались при помощи слуг. Поэтому пуговицы делали зеркально, чтобы слугам было проще. Лично мне кажется, что тут причина в практичности. Когда у вас много детей, то очень трудно сортировать одежду. Особенно, когда у вас и девочки, и мальчики примерно одинакового возраста. Конечно, помогает, когда одни дети увлекаются трансформерами, а другие куклами. Но раньше, сто лет назад, все носили в основном белые рубашки. Поэтому расположение пуговиц сразу показывало, какая рубашка чья. Далее, господа, давайте поговорим о центральной линии. Это воображаемая линия, которая проходит сверху вниз по всему торсу. Она формируется краями рубашки, пряжкой ремня и молнией штанов. Как же появилось это правило и откуда оно пришло к нам? Из армии. Потому что, если у вас по какой-то причине не было этой линии, то вас наказывали каким-то унизительным способом. Давайте теперь поговорим о правилах застегивания классических и casual пиджаков. Нижняя пуговица. Почему мы ее никогда не застегиваем? Почему необходимо застегивать пиджак, когда стоишь, и расстегивать, когда садишься? Получается так, что все эти правила – результат не столько практичности, сколько традиции. Потому что, если глянуть на дизайн современных пиджаков, то они вообще не сделаны для того, чтобы застегивать эту нижнюю пуговицу. Это пришло к нам еще от английского короля, который был толстоват. Он не застегнул нижнюю пуговицу, и так этот тренд зацепился. А что насчет верхних или средних пуговиц на пиджаке с тремя пуговицами? Зачем вообще застегивать пиджак, когда стоишь? Ну, потому что так вы выглядите лучше. Таким образом, ваш вид завершен, и глаза свободно ходят вверх и вниз. Ну, а зачем расстегивать пиджак, когда сидишь? Снова все дело в практичности. Так вы дадите себе немного пространства, чтобы свободно дышать. Давайте обсудим цвет рубашки. Вот такой вот синий считается casual, а белая рубашка считается формальной. Но почему? Кто придумал эти правила? Откуда они появились? Белый цвет издавна считался цветом более высокого класса. Почему? Потому что ты был в состоянии содержать вещь в чистоте. Люди, которые могли позволить себе белое, не работали руками. Эти люди не соприкасались с землей и не пачкались. Синий, в свою очередь, был очень дешевым. Индиго использовался веками, но в 1924 году в Айове синий начали применять для рабочей одежды, которую можно было запачкать, посадить на нее пятно от масла или пота. Особенно темные оттенки синего отлично скрывали пятна. Одежду можно было постирать и снова использовать. Белый же надо было кипятить, поэтому иногда воротнички снимались, чтобы они не портились, а сохраняли престижный вид. В итоге получается, что белый воротник относится к офисной работе, к работе, которая затрагивает в основном мозг, где ты не пачкаешь руки. А синий ассоциируется с голубыми воротничками, с людьми, которые делают что-то руками и занимаются грязной работой. Обсудим шляпы и солнцезащитные очки. Почему надо снимать очки и шляпу, когда ты заходишь внутрь помещения или когда вы с кем-то знакомитесь? Это очень интересно. В далеком прошлом, во времена средневековья, это могло караться смертью, если вы не показывали своего лица. Или если вы не снимали шлем в обществе других рыцарей и вельмож, потому что это был знак уважения, который говорил о том, что вы ничего не скрываете. А это были времена, когда данный жест играл большую роль, потому что вы могли быть ассасином. Поэтому важно было, чтобы вас воспринимали доброжелательно. А поступая так, вы становились уязвимым, вы показывали всем, кто вы есть и смотрели людям прямо в глаза. И до сегодняшнего времени мы хотим смотреть людям в глаза и понимать, можем ли мы им доверять, не прячут ли они что-то от нас. Поэтому, когда мы у кого-то в гостях или в ресторане, мы соблюдаем эту традицию. Вот еще одно очень странное правило. Никакого коричневого в городе или белого после рабочего дня. Это правила старой школы, которые помогали различать потомственных богачей от новоиспеченных. В далекие 1910-е, 20-е, 30-е годы было очень много людей, которые вырывались вперед. Они колотили деньги и могли позволить себе посетить ресторан, где проводили свое время богачи и из обеспеченных семей. Поэтому и появились такие вот правила, которые позволяли отличать, кто есть кто. Какое видео смотреть далее? Как насчет 10 устаревших правил этикета, которые вам надо перестать делать? Серьезно, парни, можете взять все эти правила и выбросить в окно.